У нас там было 70 объектов культурного наследия. Я 10 лет был депутатом городского совета. Не сдвинулась только для 35 миллионов дарина на благоустройство и конструкцию автоматического театра. На следующий день 6 объектов сгорело безвозмездно. Денег не выделяется. В этом году, а сейчас 340 лет. Ну, все говорят на 350, на 350, на 340. Это тоже хорошее, да, это не хватило бы какие-то деньги выделить хотя бы на косметические ремонты, то есть, на самом деле, в городе. Я уже с комитетом, салонниками разговариваю. На плаченство, тема УКН действительно остро стоит. Вместе с тем, в целом, вы знаете, что мы по поручению гуминатора, при вашей поддержке в последние годы, и плаченство и по Канску, вы в разным там десятки раз увеличили расходы на дороге, на благоустройстве, ситуация стала меняться в этой части, хотя по дорогам уже проблем влачных, конечно, много. И по вот этой улице, которая так, объездная она называется, пока не удается сдвинуться. Тут рассчитывали мы на федеральную поддержку, пока, в общем-то, она не происходит. Вот, по УКНам, ну, я думаю, что сейчас мы тут, все-таки надеемся, в этом году по Минусинску, значит, пройдет наше большое мероприятие, потому что там большая концентрация, знаете, ресурсов идет по УКНам. Мы не здесь подготовили еще, то, что объекты сейчас Минусинск, 200 лет, но, наверное, потом действительно нужно так, в одной уже начинать заниматься, в том числе я сейчас. Ну, и у нас в Игоря, да, тоже у Украины очень много. Это вообще большая системная проблема, и здесь ресурсов очень много требуется, конечно. Хотя надо смотреть не только варианты, которые связаны с бюджетным финансированием, все-таки искать, мне кажется, здесь еще не все исчерпано, возможность привлечения частных инвесторов, да, хотя там не все хотят связываться у нас с объектами культурного наследия, вместе с тем, такой положительный опыт он есть, в самом деле. Поэтому здесь тоже можно.